МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Казахстанская медиа-академия» программа «Медийные личности». Сегодня мы поговорим о спорте. Кому задать вопросы о хорошей физической форме, как не Валихану Тену, известному казахстанскому спортсмену, тренеру, внештатному советнику Акима города Алматы по спорту и автору книги «Лучший я». Здравствуйте, Валихан! Очень рада вас видеть. Я начну с главного и основного вопроса, потому что его я могу задать только вам. Поскольку вы посвятили этой сфере большую часть своей жизни, раскройте секрет такой прекрасной физической формы. Ну, очень спасибо, да, спасибо большое за комплимент такой. Но дело в том, что я начал трансформацию себя и, в принципе, выбрал профессию фитнес-тренера и вот на данный момент такого менеджера в спортивных федерациях. по той причине, потому что я сам в детстве был таким пухленьким ребенком. И хотя папа вложил в меня ценности к здоровому образу жизни в самом раннем возрасте, но, тем не менее, обмен веществ был не очень хороший, потому что в такое советское время все мы так ели калорийно. Поскольку у меня очень много крови намешано, у меня есть славянская кровь, у меня есть казахская кровь, корейская кровь. А я еще единственный мальчик был во всех в трех направлениях. Кормили всех. Все кормили, и все кормили вот этой вот национальной кухней. А вся национальная кухня, она же такая калорийная. И ингредиенты этой кухни, они не совсем сочетаемы. И, соответственно, поскольку единственный мальчик, и все пытались меня откормить, и все считали, что вот надо, чтобы он был сильный, чтобы он очень хорошо кушал, бешбармак с бурсаками, пельменье с хлебом. Ну, вот все вот такое вот. Ну, конечно, я как прожиток времени там обмен веществ свой наружил, хотя и маленький был, и был таким пухленьким. Ну, и уже к институту я исправил свое телосложение и уже понял, что теперь это неотъемлемая часть моей жизни. И когда я написал книгу «Другой ты», и как раз я об этом и говорил, что природа нам изначально дает депозитам практически всем одинаково. Девочки, они там красивые, стройные, не думают о целлюлите, мальчики там два раза потянулись на перекладине, там на брусьях, и уже такие мышцы, хороший корсет, гормональный фон, и у мальчиков, и у девочек норме. Но вот потом, когда вот природа уже говорит, там лет в 25-30, говорит, все, ребят, я вам все дала, теперь ваша задача или сохранить, приумножить, или же там за это все запустить. И вот, соответственно, эта книга «Другой ты первая», о которой я позже еще расскажу, она как раз и заключила вот те знания, которые не дадут человеку изменить себя в худшую сторону, а наоборот «Другой ты» – это человек, который вот он там в хорошем телосложении, с правильным гормональным фоном и с правильными ментальными какими-то направлениями. Поэтому вся моя жизнь не заключилась в том, что сначала я себя трансформировал, потом не дал своим друзьям уйти там в минусах какие-то. Вот, а теперь я заботюсь о своих там детях, чтобы они тоже, у них были правильные ценности, в то время, как отец вложил меня, вот я хочу, чтобы я вложил то же самое и в своих детей. То есть вы еще и мотиватор? Ну, я стараюсь этим быть, я стараюсь быть примером, по крайней мере, для своего окружения, для своего социума, ну, соответственно, для своего поколения. Ну, может быть, да, мотиватор сейчас – это очень такое слово популярное стало, наверное, да. Я надеюсь, что я для кого-то послужил таким мотиватором. А с чего началась ваша любовь к спорту? Сначала это была не совсем любовь, да, то есть, как я уже говорил, что у меня был лишний вес, и папа меня с первого класса, там, с 7-8 лет заставлял бегать. Мы жили на Первом мате, Роща Баума, я очень ее люблю. Сначала он меня заставлял. То есть тогда я бегал каждый день, независимо от сезона года. Для меня это было так вот немножко напряжно, потому что учеба начиналась в 8 часов, соответственно, бегать нужно было там в 6.30, и я поднимался, снег, дождь, и мне было очень тяжело, и папа мне так. Сейчас я бегаю уже осознанно, то есть теперь это для меня так вхождение в поток, да, есть такое состояние вхождение в поток, когда ты максимально вовлечен в какое-то занятие, и все твои эмоции именно там. Ты получишь от этого истинное удовольствие. Это называется вхождение в поток. Тогда я бегал неосознанно, для того, чтобы там исправить свою фигуру, поскольку там уже так, у меня сестра младшая есть, мы уже так приблизительно в каком-то возрасте по телосложению совпали, и все думали, что там у моих родителей там не сын и дочь, а две дочери. Мне немножко было стыдно. Вот, и сейчас я это уже делаю осознанно. И вот полюбил спорт, наверное, я уже на первых курсах института. То есть я тогда начал заниматься тяжестями, поднимал большие там веса, и начал уже участвовать в соревнованиях. Вот тогда спорт вообще неотъемлемо вошел, хотя первое я заканчивал институт энергетики и связи, технический университет, очень такой сложный, интересный. Но спорт уже тогда параллельно со мной шел. Когда я заканчивал уже академию туризма и спорта, спорт был вообще неотъемлемой частью моей жизни, и я выбрал уже специальность другую себе. То есть я, закончив магистратуру энергетики и связи, проработав какую-то часть в энергетике, я понял, что да, я это люблю, мне это очень сильно нравится, и потомственность это правильно, все. Но спорт круче. Я понял, что если сейчас я буду заниматься тем, что может быть монетизировано выгоднее, но я буду себя заставлять этим заниматься. Или я же буду заниматься тем, что может быть не так коммерчески для меня приемлемо, но зато я буду ходить на работу, как на праздник. То есть они, как у меня друзья, говорят, ты же не работаешь, ты же ни разу не был на работе, потому что ты себя там не заставляешь ничего делать. Но как выяснилось, что и спорт, он монетизировать его можно. Вот я вот скажу честно, что да, я в какой-то промежуток времени начал зарабатывать больше, чем мои коллеги, которые остались там в энергетике. Я очень сильно рад, что я действительно, сейчас мне 41 год, и я около 20 лет в фитнес-индустрии, в спорте. Ну, фактически, может быть, я только два раза сходил на работу, а все остальное для меня это просто кайф и удовольствие. То есть спорт, он сам пришел в вашу жизнь? Да. Просто как хобби сначала, а потом стало дело. Я просто прослушал свой организм, я понял свои эмоции, свою психику, и понял, что, наверное, да, вот надо выбрать то, что тебе действительно по душе, и что тебя ментально не напрягает. Я очень сильно сожалею людям, которые ходят на работу и смотрят на часы с 10 до 6 вечера, и каждую минуту считают, когда же там обеденный перерыв, когда уже там сирена пробьется, и ты пойдешь уже домой. Ну, это просиживание штанов. Да. Я вот сейчас даже не замечаю времени, когда я на работе. Я очень рано прихожу на работу, очень рано, там, в 7, 7.30, я уже на работе, и ухожу очень поздно. Для меня это вот так вот просто, как мгновение, потому что я встречаю очень интересных людей, я делаю людей другими, какие-то интересные проекты, о которых потом люди говорят, и которые нужны человечеству. Поэтому для меня это не работа, для меня это вот моя жизнь. В своей книге вы очень красиво пишете именно о беге. Бег на свежем воздухе – лучшее лекарство от депрессии, поскольку обильное количество кислорода и выработка гормона счастья, эндорфина, во время физических нагрузок, можно сказать, проветривают мозг, вследствие чего плохое настроение улетучивается, и жизнь начинает сиять яркими красками. Да. Это, конечно, очень мотивирует, но есть ли люди, которым бег не подходит? Конечно. Нет, знаете, вот 10 лет назад, когда мы делали Алматы-марафон, а он уже становится там визитной карточкой, не только город, да, уже целой страны, потому что Алматы-марафон вошел в пятерку самых крупных марафонов мира, которые благотворительны. И первые, конечно, три там, по-моему, года мы делали только для бегунов. Сейчас, понимая физиологию некоторых людей, у которых есть противопоказания, да, медицинские, которые, ну, в принципе, может быть, бег не лег на душу, есть такое направление, я очень рад, что дружу с человеком, который принес это направление в Казахстан, это Макс Порощенко, это скандинавская ходьба. То есть я ее тоже очень люблю, тем более, что скандинавская ходьба, ну, сначала на первый взгляд кажется, что это вот сначала там для взрослых, для тех, у кого какие-то медицинские патологии, у кого больная спина или больные суставы. На самом деле, скандинавский Nordic Walking это отдельный вид спорта. Конечно, да, он помогает реабилитации, у кого есть какие-то травмы. Второй момент – это люди, которые не любят бег. Третий момент – скандинавская ходьба, как отдельный вид спорта, он и сжигает подкожный жир, тренирует сердечно-сосудистую систему и укрепляет мышцы. Я сам раз в месяц делаю Nordic Walking, но я делаю вот такое, есть направление, очень сейчас популярное среди силовых атлетов, Power Nordic Walking. То есть это когда вот в скандинавские палочки вставляются еще отягощения дополнительные. То есть был момент, когда скандинавские палочки максимально облегчили, то есть его сделали из карбонового сплава, и они буквально там 300-400 грамм весят, то есть вы их не ощущаете. Прелесть скандинавской ходьбы, вы можете долго делать физическую нагрузку, при этом ваша спина не нагружается, связки не нагружаются, но мышцы тренируются. Но теперь сделали для меня, для силового атлета, как раз отдельное направление, Power Nordic Walking, вставили в палочки, наоборот, отягощение, усилили его там до полукилограмма, даже до килограмма есть. Ну, у меня пока еще такие простые. Вот, я хожу, я так напрягаюсь, то есть, во-первых, я сжигаю подкожный жерт, тренирую сердце. Ну, и плюс ко всему, у меня еще тренируются мышцы. То есть, да, конечно, бег не всем подходит, и по физиологии, и по ментальности. Хотя, как говорит знаменитый наш бегун Марат Жиланбаев, если ты умеешь ходить, и ты можешь ходить, значит, ты умеешь бегать. И можешь бегать. И можешь бегать. Соответственно, у него бегают люди, у которых поражена центральная нервность, у которых огромное количество там грыж. То есть, он фактически заставляет и учит бегать всех. То есть, если ты можешь ходить, вот у него прям принцип такой. Можешь ходить, значит, ты можешь бегать, можешь пробежать марафоны. У него бегают тучные люди, то есть он обучает в течение месяца людей практически всех. Даже есть, я видел, как парни там с ДЦП бегают, то есть он их учит и мотивирует их на бег. Поэтому, конечно, здесь тоже спорный вопрос, кому можно, кому нет, но даже если нет, да, то есть Нординг Волкинг, потрясающий вид спорта. Да, есть альтернатива, потрясающее направление, я сам его очень сильно люблю, хотя я продолжаю бегать, я продолжаю бегать марафоны, да, но раз в месяц я делал Нординг Волкинг с отягощением. Кому тяжело бегать, советуем ходить. Однозначно очень много сейчас тренеров, инструкторов, которые учат, там тоже не все просто, то есть ты не взял лыжные палки и зашагал. Эти палочки немножко другие, там есть техника, чтобы быть максимально продуктивным в ходьбе, использовать свою физиологию, свои рычаги для того, чтобы как можно продуктивнее потренировать и сердце, сжечь подкожный жир и усилить спинность. Но я читала, что нужно найти именно тот вид спорта, который тебе по душе. А вот это как раз, это зависит, это ментальная составляющая фитнеса, потому что каждый человек должен выбирать себе ту двигательную активность, которая его в стресс не вводит. Вот все говорят, вот эти вот коучеры, да, они говорят, вот надо заниматься спортом, ты расширь свою там зону комфорта, тогда тебе будет это вот потихонечку. На самом деле нужно выбрать ту двигательную активность, а у каждого человека она своя. Которая приносит удовольствие. Я выбрал для себя велосипед, ну изначально железо, да, потом я выбрал для себя велосипед, хотя вот где я и где велосипед, да, потом я выбрал для себя бег. Друзья мои, вот с которыми я учился вместе в Институте энергетики и связи, да, они там, например, есть люди, которые любят мальчишки, да, ну уже мужчины, да, 41 год, которые любят танцы. Конечно. Да, никогда. У меня есть очень близкий мой товарищ, ему под 60, он любит зумбу и велосипед. Вот я, честно говоря, вот зумбу, ну ассоциирую всегда там с молодыми ребятами, да, там, латино, 20 лет, под 60, агашка, да, который там руководитель большого предприятия. Вот он любит велосипед и зумбу. Он всегда влас, он приходит, так танцует, у него такая пластика. То есть каждый для себя выбирает то, что ему ментально подходит по душе и куда он хочет вернуться. Конечно, если я вас возьму за руку, да, не зная вас, и заставлю, пойдем со мной качаться, все, штангу, да, вот, конечно, вы туда не вернетесь, тем более, если я еще там загружу там сильно-сильно. Но если я, мы пройдемся по разным там другим двигательным активностям, там, нордик волкинг, там, танцы, йога, где-то вы скажете, Валихан, стоп, это мое. Это мое. Давай я вот здесь останусь, ты иди там со своей штангой, а я вот здесь останусь. На йоге, на роде, или же там, не знаю, на кроссфите. У каждого человека, ну, это мы же все по психотипам разные, да, есть что-то, что его вот прям за сердце заякорит и держит. Это как, не знаю, как вот выбрать любимый цвет. То же самое здесь. Вот, возвращаясь к ходьбе, мы столкнулись на карантине с такой проблемой, что закрывают парки, закрывают горы от нас. Почему так происходит? Людям негде ходить и заниматься спортом. Я вот, к сожалению, был здесь абсолютно не согласен. Очень много у меня было и статей, и опубликаций делал, и в соцсетях тоже писал. Я был, конечно, категорически против за это, потому что иммунитет как раз и нужно было укреплять. Вот, мы записывали очень много на наших каналах, как и с фитнес-клубом, и отдельно на моем канале, записывали очень много тренировочных программ и внутри помещений, и на улице, и потом реабилитационной, дыхательной, гимнастике. Я был кардинально против наших санврачей о том, что нужно вот эти вот вещи делать. Да, может быть, нужно выстроить какие-то правила. Да, вот нам говорили, что вот сам врач говорил, вот в парке президента все люди ходят, обнимаются, здороваются. Ну, хорошо, ну, давайте мы правила внесем, да, не здороваются. Сейчас уже люди перестали так здороваться, да, у нас есть осознанность, мы там, привет-привет, уже в масках. Ну, тренироваться нужно, двигательная активность нужна, гиподинамия, это вообще бич 21 века. А у нас еще в квартиры, где плохая вентиляция, я вот тоже вот писал очень много, что большинство квартир, там же общеприточно-вытяжная вентиляция, да, не у всех открываются, вот тем более высот, как там живет, не у всех открываются даже окна. И мы дышим, циркулируем неживым, так скажем, да, сжженным воздухом, где нет кислорода. Гипоксия убивала иммунитет, может быть, из-за этого и такой прям толчок заболеваемости пошел. То есть мы из-за того, что перестали двигаться, перестали дышать свежим воздухом, у нас еще и увеличилась эта заболеваемость. А сейчас, наоборот, когда идет реабилитация, нужно открывать бассейны, нужно открывать зал, нужно открывать спортивные сооружения, нужно тренироваться. Я об этом тоже кричал очень много. Тем более международная, вот, кстати, что касается бассейнов, Международная Федерация Плавания в первые дни, когда вот все это пошло еще весной, прям выставило научное доказательство о том, что COVID не живет в бассейне, и что, наоборот, плавание является лучшим реабилитационным движением, двигательной активностью, у кого респираторное заболевание, то есть и пневмония, и COVID у кого было. То есть и вся Европа, и Америка, они открывали бассейны, не открывали даже тренажерные залы, но бассейны открывали. То есть я здесь категорически против был, и я очень рад, что в свое время услышал и санврач, и Министерство здравоохранения, и начали открывать все-таки и парки, и спортивные сооружения. Вы как советник Акима города Алматы? Я тоже кричал. Я очень кричал сильно, и ездил, и говорил, и услышали, и начали открывать. По крайней мере, уже во втором локдауне не так страшно было, хотя бы мы уже могли спортом заниматься. Тогда мы теперь знаем, кому сказать спасибо за то, что парки все-таки открыли. Я очень сильно удивился, когда я записал первое видео о том, что, вот как раз о бассейнах, это же были сотни тысяч репостов. Я первый раз такое увидел, и это не только тренеры, инструкторы или акционеры каких-то там фитнес-клубов. Обычные люди. Это да, пользователи, они все вот, они писали, говорят, Фалихан, спасибо, спасибо, они начали это все. Они начали этот документ, кстати, репостить, и это дошло там до Министерства спорта. Ну, то есть, это было очень так, наверное, я первый раз почувствовал силу социальных сетей, когда чиновники услышали, увидели это все. То есть, почему-то какой-то промежуток времени даже чиновники посчитали, что я фитнес-блогер. То есть, я не блогер, да, то есть, я спортсмен, я менеджер, да, любитель писателя, но ни в коем случае не блогер. Я никогда не использую соцсети с каких-то вот таких вот провокационных целях. Только во благо развития и здоровья. Ну, вот о своей, о своем новом статусе, это не должность, это статус советника Кима города Алматы. Как вам посчастливилось занять? Да, на самом деле я, это сейчас официально меня назначили внештатным советником, но на самом деле я еще и при Ахмеджане Смогуловиче, да, и при Бауржане Байбеке всегда был, мы очень близко с Акиматом работаем, мы с управлением спортом, поскольку мы делаем огромное количество мероприятий в Алма-Ате, связанных с развитием спорта. Это и забеги, это и сам Алматы марафон, это велогонки, это стрит-вокаут, это какие-то там благотворительные различные спортивные мероприятия и фитнес-конвенции. То есть я всегда работал с управлением спорта, но сейчас это просто как-то узаконили, официально поставили это все, но я всегда был открыт, и мы всегда сотрудничали с Акиматом города Алматы. Сейчас на данный момент даже не только с Акиматом, да, мы со всеми регионами, поскольку я работаю в нескольких профессиональных федерациях, да, это федерация триатлона, это федерация пауэрлифтинга, это федерация, раньше еще и ММА, да, смешанное единоборство, сейчас федерация велоспорта. Так что для того, чтобы держать себя в правильной, в хорошей физической форме, нужно обязательно найти любимый вид спорта, нужно обязательно прочитать вашу книгу, чтобы знать, как правильно питаться, да, держать себя в форме, правильное питание, потому что это немаловажно. Ну вот, знаете, я вот сейчас вас прерву, я сейчас закончил уже рукопись второй части, да, другой-то и два, это был как. Ух ты, эксклюзив, будет продолжение. Будет продолжение, причем первую книгу выпустил МИФ, это Ман Иванов Эббород, очень крутое издательство в России. А вот, извините, что перебила, еще вопрос, почему в России, почему не у нас? Знаете, это был совместный проект, потому что МИФ, наверное, один из самых успешных издательств в России, очень популярных. Игорь Ман, он гуру маркетинга, да, вот он прочитал рукопись и очень сильно заинтересовался. Для меня, для казахстанского такого фитнес-тренера, это вообще было большой наградой, потому что, ну, в России свои фитнес-тренеры есть, а Игорь прочитал и сказал, что да, подача очень интересная. Понятно, там не открыл я какой-то там закон Ньютона, часть третья, и это не таблица Менделеева. Это упорядоченные знания, которые, ну, все знают, но просто подача этого материала, она была такая свойственна, наверное, такому хорошему маркетологу. Ну, и, наверное, она близка нам, нашему менталитету. Менталитету, да, и он выпустил, и эта книга, она стала, я очень сильно горжусь этим, стала бестселлером, и ее продавали на всех крупных спортивных мероприятиях в России. Понятно. Ну, и давайте о планах на 2021 год, что нас ожидает в спорте. Может быть, какие-то новые проекты? Спорт стоял на паузе целый год, и 2020 год, конечно, он сильно подшатнул спортсменов. 2021 год – это Олимпиада, и Олимпиада, она состоится, и те виды спорта, которые я курирую и в регионах, и в республике, конечно, спортсмены готовились. Они не сидели ни один день, и даже на карантине, в локдауне дома тренировались. Поэтому мы готовимся к Олимпиаде, мы готовимся набирать очки, это что касается профессиональных спортсменов. Что касается массовых мероприятий, то да, мы ждем, конечно, Аматы-марафон, который будет апрельский. Хотя мы тоже не сложили руки, мы проводили онлайн-марафон, то есть люди регистрировались, бегали отдельно, скидывали результаты. То есть мы все равно какую-то жизнь продолжали. Но все-таки мы надеемся, что вживую, в оффлайне мы начнем опять же работать, опять же начнем встречаться с единомышленниками, это же большой комьюнити. Это просто неповторимое ощущение, когда все собираются на старте. То есть мы надеемся, и такие прогнозы позитивные, и Минздрав, и сам врачи говорят о том, что большая вероятность того, что мы вернемся в нормальную жизнь. Плюс ко всему я очень сильно надеюсь на то, что сейчас всеобщая вакцинация, у нас будут там паспорта вакцинации, и жизнь вернется в русло, просто будем уже осознанно понимать, что наша жизнь, она немножко другая, и нам заботиться о своем здоровье. Так что в 2021 год я держу кулачки, что там будет взрыв спортивный, в хорошем смысле слова. То есть мы начнем зарабатывать медали, как профессиональные спортсмены, мы начнем массовые наши, я скажу, праздники, то есть это все будет. И будет это буквально с весны. Отлично, мы тоже будем на это очень надеяться. Большое вам спасибо, Вальхан, за такую теплую беседу, за огромное количество советов нашим телезрителям. Мы будем ждать с нетерпением вашей новой книги, и надеюсь, многие прочтут первую книгу. Для меня будет приятно. Которые найдут советы и по питанию, и по здоровому образу жизни. Это была программа «Медийные личности» на телеканале «Казахстанская медиа-академия». Увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо большое, занимайтесь спортом и берегите себя и близких. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok